всем привет сегодня 3 сентября 2014 года и этот рассказ о не совсем обычных животных это не только насекомых но и о других животных а точнее говоря практически невидимых животных и кто же это эти необычные животные оказались в пробе которую принесли нам в институт на анализ это оказалось уже известный нам от проба которую мы рассказывали вам о жизни ламоидис дермистойдис или жука знахаря а вот эти баночки были с личинками и жуками жука знахаря чернотелки которые разводятся на хлебе и на различных растительных продуктах что же оказалось оказалось что культура прохлад плохо развивается а кроме того прочего что-то необычное оказалось в этой банке вот их этих необычных животных я хотел бы вам показать и представить как оказалось здесь по краю этой банки находятся эти животные вы их увидите в следующем маленьком сюжете после моего рассказа потому что я приблизил камеру самому краю этой банки внутри находятся личинки и жуки ламоидис дермистойдис а здесь образовалась по краю белая движущаяся масса что это это клещи это клещи это класс паукообразные арахнида а это оказалось отряд акариформные клещи астигмата и точнее говоря мучные клещи семейства акариры как сказал наш специалист эксперт по клещам институте и это вид оказался мучной клещ что же здесь он делает по всей видимости поскольку банка находилась с насекомыми и с именно с жуком знахарями здесь длительное время процесс накопления клеща на растительных остатков достиг своего предела мучной клещ это клещ размером всего лишь от 0 3 до 0 6 миллиметра и конечно вы его практически не увидите но когда он движется его хорошо видно и вот этот клещ развивается на растительных остатках на растительной пищи точнее говоря на зерне на фураже на соломе на сухих фруктах и как он сюда может попасть самыми разными путями он может быть и в пыли он может попасть на растительные продукты и с грызунами с птицами даже просто с воздухом потому что его размер крайне маленький и это даже не пылинка это не песчинка это пылинка которая летает в воздухе переносится и находит наконец-то свой субстрат растительный которого здесь полно как раз и вот как раз я взял пробу просто есть на двух таких шкурках от винограда и в дальнейшем вы посмотрите что же получилось на этом винограде потому что клещи собрали здесь буквально сотнями найти на этих виноградных ягодах а здесь они сидят в банке буквально миллионами буквально тысячи клещей ходят здесь по краю и конечно же они питаются растительными остатками которые здесь находятся клещ а карис сиро мучной клещ развивается очень быстро всего лишь 15 дней при температуре 20 25 градусов и надо сказать хоть это и класс паукообразной и это не насекомое у него должно быть 8 но но у личинки три пара ног а уже у нимфы появляется 4 пара ног поэтому и кроме всего прочего клещ имеет очень специфическую форму имеет форму такого вытянутого бова имеет волоски разделено тело сегментами развивается личинка развивается как я сказал всего лишь 15 дней от вылупли от вылупления до превращения в бумага но тем не менее скорость развития очень велика потому что самка взрослые клеща откладывает от 20 до 200 яиц и здесь за несколько месяцев может развиться конечно же тысячи этих клещей в чем их вред конечно же вред мучного клеща в том что он если у вас есть продукты растительного происхождения он и будет загрязнять уничтожать портить а кроме всего прочего главный вред то что этот клещ имеет аллергическое влияние на человека потому что маленький может попасть вместе с воздухом и причинить раздражение зуб тела тела и у взрослых людей у детей у животных поэтому если у вас появился клещ но да и вот что конечно же этим баночкам означается выкинштейн вы должны немедленно выкинуть все свои эти растительные продукты которые заражены таким клещом иначе так сказать вы будете иметь себя небольшие проблемы ну и в общем то польза от этого плеча никакейшего он будет только заражать ваши растительные продукты на вашей кухне или где-то зернохранилище особенно зернохранилище он приносит большой вред потому что зараженное зерно фураж плесневеет она набирает влагу и клещ как раз и разводится на влажном зерне больше 10 13 процентов влажности это самая лучшая среда для его развития и конечно же плесневеет и и весь этот зерновой материал погибает или это даже если это будут растительные какие-то продукты сухофрукты они также портятся разлагаются их необходимо выкинуть так что увидели что-то такое посмотрите внимательно нет ли там маленьких точечек возможно это клещи конечно вы их не так заметить для анализа надо посмотреть под микроскопом поэтому после этого видео вы увидите фильм ужасов точнее говоря фильм ужасных мощных лещей они будут увеличены сначала будут маленькие в баночке потом покрупнее виноградные ягоды а потом уже преувеличение достаточно большие самые маленькие были преувеличение всего лишь 8 на 10 80 раз а самые большие были уже увеличение до 800 тысячи раз увеличения так что вы хорошо увидите какие они монстры при большом макро увеличение вот такой рассказ про клещей про жука знахаря и который конечно клещей которые вредят и жуку знахарю потому что они уничтожают его питательную среду и конечно переносится из одной культуры в другую вместе с самим жуковом потому что на жуке они прекрасно транспортируются и заражают другую культуру и уничтожает его растительную субстрат так что вот такой рассказ если вам понравилось это видео про жука знахаря парамычного клеща к сиру ставьте лайки пишите комментарии смотрите следующие видео мы вам расскажем я вам расскажу что-то новое что то что вы не увидите а то что вы увидите приблизив ваш объект микроскопу поставив объект под микроскопом как это видит исследователь под микроскопом вы увидите изображение клеща под этим микроскопом и на просмет под другие микроскопом так что ставьте лайки Пишите комментарии До следующей встречи До свидания